Это программа «Через край». Мы продолжаем говорить о том, куда летом можно сходить и что интересного увидеть. К нам в студии присоединяется генеральный директор Краснодарского государственного историка археологического музея-заповедника имени Фелицина Михаил Коркин. Михаил Сергеевич, здравствуйте. 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 Итак, я так понимаю, удивлять есть чем. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас выставки можно посетить и есть ли какой-то региональный контент. Хочется сделать акцент на том, что музей Фелицина – это не только головной музей, который находится в городе Краснодаре, но это и четыре филиала. Конечно, у них есть свои проекты уникальные, у них есть взаимодействие со своим посетителем. Но если говорить про музей Фелицина именно здесь, который расположен, кроме постоянно действующих выставок из фондов музея, у нас на сегодняшний день четыре совместных выставки работают достаточно успешно, три из которых открылись в июне месяце, и одна выставка работает достаточно долго, с конца апреля – это «Насекомые джунглей». Ну, она пользуется достаточно большим успехом у детей в том числе, потому что в некой загадочной атмосфере расположены в кубах эти насекомые. О них более подробно, конечно, рассказывают экскурсоводы. И бывает, что посчастливится услышать лекцию от самих хозяев выставки. Вот энтомолог Вадим Боровой представляет свою уникальную коллекцию. Ну, конечно, хочется сделать еще акцент на интересную выставку изобретения Леонардо да Винчи. Говорят, что музей, предметы можно смотреть только глазами. Но здесь можно и нужно трогать, крутить. Я знаю, что при поддержке Министерства культуры необычные такие. Конечно, все эти проекты организованы. Да, и вы знаете, когда монтировали эту выставку, и теперь она работает очень активно, громко на самом деле, потому что шумит, стучит, но наши посетители, в основном это дети, получают огромное удовольствие. Ну, кстати, сказать, что они приходят с родителями, родители, бывает, в стороночку отойдут, вот я наблюдал, и тоже что-то крутят и вертят. Не выдерживают. Не выдерживают, да. Ну, конечно, кроме этого, есть еще и репродукция картин великого мастера Леонардо да Винчи. Их тоже можно увидеть. Увлеченно коллекционеры из города Москва это все собирали по чертежам. Но мы знаем, что Леонардо да Винчи... Еще и великий изобретатель. Да, у него можно перечислять очень много, кем он был на самом деле, но оставил после себя очень много загадок. И вот они попытались эти загадки приоткрыть. Но мы знаем прекрасно, что изобретения не до конца были написаны, концепция этих изобретений. И вот они приоткрыли такую завесу. Путь шумно, но зато очень интересно. Кроме проектов, которые я перечислил, в том числе у нас есть недавно открылась выставка, фото-выставка «Мать и дитя». Там представлено 40 фоторабот в черно-белом формате. Они достаточно интересные. Находятся буквально рядышком с выставкой Леонардо да Винчи. Но тут уже, конечно, заставляет немножко задуматься. Потому что там представлены как и женщины, так и дети. Совсем грудные и немножко постарше. Именно через эмоции черно-белой фотографии представлена вот эта выставка. Тут уже некий другой эмоциональный, конечно, подъем. Погружение в себя. Погружение в себя, да, конечно. Ну и акцентируя внимание еще на одном проекте совместном, он называется «Возрождая токарное искусство». Вот буквально совсем недавно, неделю назад, открылась эта выставка. Там уже два профессионала своего дела увидели, что дерево может быть представлено немножко в другой постаси. Не какие-то ровные, ограненные предметы, да, а это причудливые формы дерева. Есть, конечно, и представленные предметы домашнего, скажем так, обихода, различные вазы представленные. Но, кстати, что хочется сказать. По двум проектам, которые экспонируются в музее, эти выставочные проекты, у нас есть и дополнительно сувенирная продукция. Мы в процессе диалога, формирования выставки, конечно, проговорили с, будем так говорить, хозяевами этих предметов, что было бы интересно получить сначала информацию на выставке, загореться. Да, хотелось бы у себя это иметь дома. И вот по выставке Леонардо да Винчи в миниатюре некоторые предметы присутствуют в нашей сувенирной лавке, изготовленные, конечно, не нами, но представленные собственниками выставки. Ну, это очень здорово, потому что сейчас как раз-таки огромный поток туристов, да, и приезжая в краевую столицу, конечно, думают, а что же привезти, какие сувениры своим родственникам. Вот я был в Краснодаре, и тут пожалуйста. И тут пожалуйста, да. Ну и, конечно, возрождая токарное дело, тоже есть где-то в миниатюре, где-то в большом размере представлены эти предметы, которые так или иначе связаны с этой выставкой. Мы, конечно, с министерством обсуждали это все при подготовке, и понимание есть, что нужно увеличивать качественный количественный ассортимент, на самом деле, сувенирной продукции, и она должна быть, на мой взгляд... Ну, то есть, Министерство культуры края в этом вас поддерживает, да, что не должна быть сувенирной продукцией? Да, это общая позиция, нужно увеличивать объем сувенирной продукции, потому что, повторюсь, эмоции, которые получают на выставках посетители, частичку выставки хочется унести с собой. Я думаю, что Министерство культуры края ставит в этот период особенно остро задачи по тому, чтобы посещение музея было безопасным, да. Вот расскажите об этих условиях, да, какие создаются в музее. Конечно, реалии таковы сейчас, что мы вынуждены защищаться сами. Каким образом? Конечно, каждый сотрудник, приходящий на работу, измеряет температуру тела, это первое. Конечно, он приходит на работу в маске защитной, и в течение всего рабочего дня находится в этой маске, ну, заменяя по необходимости. Как это, в принципе, делают все. Конечно, антисептики расположены везде, и рециркуляторы, обеззараживатели находятся у нас и в кабинетах сотрудников, и, конечно, в выставочных залах. Это безопасность визуальная для потребителя услуг, для наших посетителей, но мы, конечно, делаем акцент и для посетителя. Просим его надевать маски, потому что люди заходят с улицы, да, и для того, чтобы никто никого не заразил в случае чего, мы-то привиты, но про людей мы не знаем. Поэтому безопасность, конечно, превыше всего. Малыми группами, как нам рекомендует Роспотребнадзор, пять человек в группе, можно максимально посетить на сегодняшний день музей. К сожалению, это мало, конечно, да, хотелось бы больше. Дай бог, чтобы количество увеличивалось. Но для того, чтобы это случилось, нужно, конечно, увеличивать количество привитого населения, коллективный иммунитет вырабатывается, и тогда уже мы надеемся и верим в то, что границы будут открываться. Но на сегодняшний день вот так. Мы защищаемся, мы защищаем. Конечно же, социальная дистанция, мы не подходим близко к человеку. Ну и кроме того, весь музей, все выставочные залы обозначены стрелками, направлениями, для того, чтобы человек понимал, где может находиться, в какой момент. В общем, вот такая вот защита. Ну да, я хочу сейчас обратиться как раз-таки к тем самым местам, где тоже огромный поток туристов. И сейчас с нами на связи научный сотрудник отдела археологии Анапского археологического музея Сергей Евсиков. Сергей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вы радуете в летний период посетителей? Анапский музей один из самых посещаемых на территории Кубани. И несмотря на все ограничения, нам и этим летом также удается поддерживать поток посетителей. И этим летом в течение всего дня мы проводим множество экскурсий, конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Наш город является детским курортом в первую очередь. Здесь много детских здравниц. И по заявкам специально для маленьких посетителей мы проводим театрализованные интерактивные экскурсии, во время которых ребята могут не только узнать об истории древней Горгипии, но и участвовать, почувствовать себя древним греком. А для тех, кто не смог в этом году по понятным всем причинам посетить Анапу, музей подготовил онлайн-программу. Мы обновили наш сайт, и теперь там находятся виртуальные экскурсии, которые можно посмотреть, используя очки виртуальной реальности. Также работает отдельный сайт, где можно узнать об истории Горгипии и увидеть, как выглядел античный полис в разные исторические периоды своего существования благодаря 3D-реконструкциям, которые были созданы совместно с Институтом археологии Академии наук. Каждую неделю мы будем публиковать все лето видеоэкскурсии в наших социальных сетях. Поэтому приходите в наш музей не только оффлайн, но и онлайн. Будет интересно. Сергей, спасибо огромное. А мне хотелось бы еще обратиться к древнему прошлому Кубани. Я знаю, что у вас невероятная коллекция археологии. Об этом расскажите, о постоянной экспозиции. Вы правы, конечно. Объем очень большой находок, потому что раскопки, я вам хочу сказать, продолжаются и на сегодняшний день. У нас и Горгипия не до конца исследована, и Германа Сетму Таракань у нас тоже в Томане, в нашем филиале, тоже исследуется активно. Музификацией занимаемся в этом вопросе. И находки древнего прошлого, кстати, будут представлены на грядущем мероприятии очень большого федерального масштаба. Это открытие филиала Федерального музея Фоногория состоится буквально на днях, будем так говорить. Конечно же, при поддержке Министерства культуры Краснодарского края мы очень плотно дружим с музеем Фоногории. Буквально в 2018 году музей Фелицина, забегая назад, была представлена выставка «Фоногория археологической жемчужины России», которая как раз-таки была организована Государственным музеем-заповедником Фоногория. Ну а теперь в ответ мы предоставляем несколько предметов, уникальнейших предметов из нашей коллекции археологической туда. И какое-то время в большой части предметов, которые будут экспонироваться, наша часть тоже есть. Конечно, более подробно могут рассказать представители филиала нашего об этом, потому что... Давайте прямо сейчас обратимся и узнаем, что за экспонаты. Сейчас с нами на связи заведующий отделом Фонда Автаманского музейного комплекса Эльмира Устаева. Здравствуйте! 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 Ну раскрывайте карты, что за экспонаты. Ну, экспонаты, конечно, в количестве шести предметов. Они очень интересны, они были в свое время открыты в результате подводных исследований. Это Кузнецов Владимиром Дмитриевичем, руководителем, скажем, группы раскопок на Фоногории. Это Институт археологии Академии на Украине. Они являются уникальными для всего мирового сообщества. Во-первых, это постамент под статую босфорского царя Саврамата II, который датируется II веком нашей эры. На нем сделана такая посвятительная надпись в честь, скажем, царя Саврамата. Поставлена вот эта статуя в честь босфорского царя Саврамата II. И датируется это II веком нашей эры. Второй такой мраморный блок, очень массивный тоже, он связан с посвятительной надписью царя Аспорга в честь богини Афродиты Урания, владычица Апатура, тоже датируется как бы I веком нашей эры, чуть пораньше. Есть еще одна уникальнейшая находка среди вот этих вот надписей, которые имеют уровень мирового такого значения. Это надгробное, скажем, надгробие тоже выполнено из рамора с надписью о том, что было это надгробие поставлено супруге царя Митридата Евпатора VI в гипсекратию. Те отрывочные свидетели, которые дошли до нашего времени, это у Лутарха, это у Ариана, мы знаем, что Митридат в шутку отправился к своей супруге гипсекратию, называя ее мужским именем, обращаясь, гипсекрат, понимаете, вот такой вот уникальнейший абсолютно памятник, который явился удивительной находкой для мирового уровня и для мирового сообщества. У нас еще один экспонат, который также отправляется на выставку в город Сочи, которую делается на горе. Это фрагмент нижней статую женской скульптуры, тоже выполнена из мрамора, она тоже дотягивается первыми-вторыми веками нашей эры. Сложно сказать по фрагменту, понимаете, как это только нижняя часть, сохранившаяся очень красивыми складками одежды, хитона. Это образ или связанный с богиней Афродитой, или с Артемидой, с Деметрой, которую древние греки поклонялись на территории Тамани, Таманского полуострова. Сложно сказать. Или же, возможно, это образ одной из знаменитых и знатных патрицианок, которая жила на территории именно города Фанагории в первых и вторых веках нашей эры. Ну вот, вот такой рассказ. Спасибо огромное. Я хочу обратить внимание на региональную составляющую, на постоянные экспозиции. Расскажите о том, флора и фауна как представлена в вашем музее, и как туристы могут изучить, каким образом у нас здесь засерялись. Флора и фауна, конечно, представлены в большом объеме, не сказать в большем объеме, чем выставки коммерческого направления. Ну, знаете как, конечно, можно более подробно, скажем так, сделать рекламу выставкам, которые есть, постоянно действующие экспозиции. Но самое главное, ведь нужно прийти, нужно увидеть своими глазами. Конечно, всегда рекомендуется посещать музей, который будет сопровождаться рассказом экскурсовода. Нужно обязательно прийти в музей. Оставим некую загадку, но скажем, что все предметы, которые представлены на постоянно действующих выставках, конечно, фондовые коллекции, они уникальны. Они и уникальны, и актуальны на сегодняшний день. Есть, конечно, что рассказать. Кстати говоря, о выставках флоры и фауны планируется небольшая реэкспозиция. Сейчас этот вопрос мы решаем на научно-методических советах, проговариваем, как будет выглядеть этот выставочный зал. Поэтому, конечно же, я призываю и прошу прийти увидеть то, что есть сейчас, потому что потом этого уже не будет. Скажите честно, череп мамонта останется? Оставим. Оставим, конечно, да. Есть много интересных идей, на самом деле, по представлению предметов. Ведь главная задача музея какая? Это сохранение культурного наследия, которое у нас есть, и показ этих предметов. Конечно, к сожалению, а может быть и к счастью, не все предметы попадают в выставочные залы. Потому что некоторые из них настолько уникальны, что, скажем так, время не пришло. Но и в процессе работы мы, конечно же, планируем и в том числе выставку, так называемые выставки одного предмета. Интегрируя эти предметы в экспозиции существующие для того, чтобы дополнить, но более подробно рассказать об этих предметах. Чтобы узнать, что это за выставки, конечно же, нужно следить за информацией, которая у нас размещена на официальном сайте. И в том числе в социальных сетях. Мы обязательно в ближайшее время будем увеличивать количество присутствия социальных сетей. Не каждый захочет посещать, к примеру, официальный сайт. Но на официальном сайте есть возможность и для людей с ограниченными возможностями увидеть и получить информацию. Конечно, актуальные новости размещаются там, официальные документы. Ну, как положено, в принципе, официальному сайту любому. Я так понимаю, при поддержке Министерства культуры создаются такие условия, чтобы наибольшее количество людей смогли посетить и музей, и чтобы действительно именно музей стал доступным. Конечно, да. Благодаря Министерству культуры получилось сделать так, чтобы музей стал доступен для определенного круга лиц. Появились тактильные схемы, направление движения по музею, чего раньше не было. Это очень прекрасно, на мой взгляд, потому что позволяет познать историю в прямом смысле всем. Мы предоставляем каждый третий-четверг возможность еще бесплатного посещения, и музей у нас работает по особому графику, по четвергам, до девяти вечера. То есть мы еще и в этом направлении открыты для потребителя. Вот прям открыты на самом деле, да. Ну что ж, тогда до встречи в музее. Спасибо огромное. Но мне остается добавить только нашим телезрителям. Наполняйте себя прекрасно, мы чаще бывайте в музее. И, конечно же, до встречи на телеканале Кубань-24. Кубань-24.